Уважаемый господин президент, только что вся страна отметила День защитника Отечества. А на территории Бородской Украины теперь это считается днём захвата Крыма. И Порошенко заявляет, что сделает всё возможное для того, чтобы вернуть Крым. Какова стадия сейчас российско-украинских отношений? Проснёмся ли мы один день, узнав, что началась война? — Я думаю, что такой апокалиптический сценарий вряд ли возможен. И надеюсь, что до этого никогда не дойдёт. Что касается возврата каких-то территорий, то это такие вещи реваншистского характера. И дело не в возврате каких-то территорий куда-то. Дело в том, что сегодняшний, на мой взгляд, я не хочу давать никаких советов, но всё-таки руководство такой большой европейской страны, как Украина, прежде всего, должно вернуть страну к нормальной жизни, наладить экономику, социальную сферу, наладить свои отношения с юго-востоком страны цивилизованным образом, обеспечить законные права и интересы людей, которые проживают в Донбассе, скажем. — Если реализовывать Минские соглашения, уверен, так и будет сделано. Но что касается Крыма, вот помните, год назад, как раз, когда я выступал перед депутатами Федерального собрания по этому поводу, я тогда говорил, что Крым, он как был, так и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским, и греческим, там же и греки живут, и немецким. Он будет домом для всех этих народов. Что касается государственной принадлежности, то люди, проживающие в Крыму, сделали свой выбор, к нему надо относиться с уважением, и по-другому Россия к этому относиться не может. И надеюсь, что и наши партнеры, и в ближнем, и в дальнем зарубежье, будут к этому относиться в конечном итоге так же, поскольку высшим критерием истины в данном случае может быть только мнение самого народа.